Глава 16. Мадонна Рима – это Мадонна древнего Вавилона. В книге «Гром правосудия» эти идолопоклонники дерзко заявляют о том, что мир становится свидетелем заступничества благословенной Девы Марии, Царицы Небесной, которая является истинным маяком для всего христианского мира. Но Мария мертва, мертва и лежит в могиле, а люди, которые утверждают, что видели Деву Марию, в действительности одурачены злым духом, а ее статуи – ничто иное, как глыбы цемента, которым придали форму Вавилонской Мадонны, прототипа Девы Марии. Сильные слова, но правдивы ли они? Давайте еще раз взглянем на обложку этой книги, если вы сомневаетесь в моих словах. Неудивительно, что вторая заповедь, запрещающая поклонение идолом и написанная личным перстом Божьим, смотрите книгу Исход 31 глава 18 стих, написана такими обжигающими словами. Неудивительно, что папа римский, погрязший в язычестве, удалил вторую заповедь из десятисловия, потому что она выносит приговор ревнующего Бога не только ее нарушителям, но также их детям и детям их детей. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Дорогой читатель, нигде в Писании мы не найдем слов сильнее, чем эти, ненавидящих меня. Бог действительно оскорблен и справедливо назван Богом-ревнителем, который возлагает вину предков, участвовавших в этом идолопоклонстве на их потомков, которые продолжают языческую практику своих родителей, пока они не покаются. В Своем милосердии Бог может закрыть глаза на их невежество и сделать все, что в его силах, чтобы завоевать их сердца. Однако, если они продолжат сознательно нарушать его законы, как долго Бог будет удерживать Свою милосердную руку? Этого никто не знает. Пророк Осия говорит, «Истреблен будет народ мой за недостаток веденья. Так как ты отверг веденье, то я отвергну тебя от священодействия передо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Книга пророка Осии, 4 глава, 6 стих. Я нахожу чрезвычайно интересным тот факт, что у пророка Иеремии тоже было что сказать о поклонении Израиля изображением лжебогов. И он прямо выразил это в Своем обращении. Когда Израиль жил в одиноком изгнании в Египте, вместо того, чтобы быть свидетелями Бога, выступающими против окружающего Его язычества, израильтяне также страстно предавались этой форме идолопоклонства, как и сами египтяне. Бог послал Иеремию, чтобы тот предупредил Израиль о том, что если они продолжат поклоняться Царице Небесной, на них обрушится гнев Божий. Однако эти предостережения остались без внимания. И отвечали Иеремии, все мужья, знавшие, что жены их кадят иным богам, и все жены, стоящие там, в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской, в Пафросе. И сказали, слова, которые Ты говоришь нам именем Господа, мы не слушаем от Тебя. Но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали. Мы и отцы наши, цари наши и князья наши, в городах Иудеи и на улицах Иерусалима. Потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели. Книга пророка Иеремии, 44 глава, с 15 по 17 стихи. Александр Хислоп, автор книги «Два Вавилона» отмечает. Поклонение богине-матери с младенцем на руках продолжалось в Египте до того момента, пока туда не пришло христианство. Если бы Евангелие было представлено этому народу во всей своей силе, поклонение этой богине-царице было бы не изложено. Однако, по большому счету, христианство пришло только номинально. Поэтому вавилонская богиня не была изгнана из практики поклонения и в слишком многих случаях изменила только свое имя. Ее назвали Девой Марией, и теперь ей и ее младенцу начали поклоняться исповедующие христианство, руководимые теми же мотивами, что и язычники. Все это означало лишь то, что если бы Христос был признан истинным Богом, достойным божественных почестей, то Его Мать, от которой Он унаследовал только человеческую природу, должны принять таким же образом, возвысив над всем творением и придав Ей божественный статус. Божественность Христа неразрывно связывают с божественностью Его Матери. Так выглядит папство, но оно всего лишь с точностью воспроизвело учение древнего Вавилона о великой богине-матери. Таким образом, римская Мадонна – это всего лишь Вавилонская Мадонна. Царица Небесная в одной системе является той же Царицы Небесной в другой системе. Римская и Вавилонская Мадонна – это одно и то же лицо. Неудивительно, что Александр Хислоп назвал свою книгу «два Вавилона», ибо Вавилон Нового Завета – это не что иное, как современная версия Вавилона Ветхого Завета. Во многих случаях были изменены только имена. Например, статуи богов из Пантеона теперь находятся в Ватиканском музее за исключением огромной статуи Юпитера, которая была изменена, переименована и посажена на престол в базилике Святого Петра в Риме под именем Святого Петра. Тысячи паломников целуют ноги Юпитера, думая, что это статуя Петра. Хислоп приводит еще одну примечательную черту, объединяющую Вавилонскую и Римскую Мадонну, а именно, нимб или характерный светящийся ореол, который часто покоится над их головами, а также над головами святых и Христа. Откуда произошло это изобретение? Где в Писании написано о том, что голова Христа была окружена диском или светящимся ореолом? То, что вы никогда не найдете на страницах Библии, можно увидеть в художественных изображениях великих богов и богинь Вавилона. Светящиеся круги были широко известными символами бога Солнца и в большей степени были присущи символизму Востока. Голова бога Солнца была окружена кругом или диском. Такой практикой пользовались и в языческом Риме. Аполлона, как дитя Солнца, часто представляли с таким ореолом. Богини, которые заявляли о своем родстве с Солнцем, также должны были украшаться нимбами или светящимися кругами, точно так же, как в наше время увенчана голова римской Мадонны. Друзья мои, а теперь позвольте мне процитировать последние стихи восьмой главы книги Иезекииля. И привел меня ко входу в ворота дома Господня, который к северу, и вот там сидят женщины, плачущие по Фомузе. И сказал мне, видишь ли, Сын Человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости. И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у двери храма Господня, между притвором и жертвенником, около двадцати пяти мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. Зато и я стану действовать с яростью. Не пожалеет око мое, и не помилую, и хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их. Книга пророка Иезекииля, восьмая глава, с четырнадцатого по шестнадцатые стихи, а также восемнадцатый стих. Дорогой читатель, из этих стихов сразу же можно извлечь два момента в дополнение к тем, которые мы уже обсудили. Во-первых, женщины, а не одна женщина, плакали по фамузе, вавилонскому богу. Вы помните слова, которые были написаны на челе блудницы из книги Откровения 17 главы? Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Обратите внимание на то, что мать имеет блудниц или блудных дочерей. Очевидно то, что у матери Рима есть дочери, другие церкви-отступницы, которые следуют за ней и поддерживают ее догматы. Кто эти дочери? И, во-вторых, большие мерзости подразумевают поклонение солнцу. Каким-то образом вавилонский способ поклонения солнцу проник в церковь? Имеет ли он отношение к церквям в Соединенных Штатах Америки? Как они поклоняются солнцу? Перекликается ли это с воскресеньем, днем, который святится по всей Америке и во всем мире? Но противоречит повелению Господа относительно поклонения Ему. На все эти вопросы мы ответим в следующей главе, посвященной начертанию зверя. Продолжение следует...